Чем заменить тетраборат натрия? Всем привет! Вы на канале Ника Шоу и сегодня я для вас сниму видео, чем заменить тетраборат натрия. У меня будет три варианта, чем заменить тетраборат натрия. Ну что, приступим? Итак, первый вариант, чем заменить загуститель, это жидкость для линз и пищевая сода. У меня вот такая жидкость для линз Optifree. Ну и обычная пищевая сода. А клей я использую вот такой клей ПВА универсальный от фирмы Novahim. Итак, поехали! Тестируем первый вариант загустителя. Итак, сейчас мы будем подготавливать наш загуститель. Берем рюмочку и жидкость для линз. Я отодвину, чтобы не мешало. И буду наливать. Так. О, открыла. И, ой, наливаем. Так. Ну, примерно столько нам хватит. И теперь добавляем соду и перемешиваем. И перемешиваем. Итак, наш загуститель готов. Теперь давайте проверять его в деле. Берем клей и наливаем. Вот столько где-то хватит. Итак, давайте будем проверять. Добавляем загуститель и мешаем. Так. Добавляем. Я уже сразу много добавляю и перемешиваю. Вот. Он у меня уже отстает от стены. Теперь надо перемешивать его руками. Так. Достанем. И будем перемешивать. Вот мой слайм получился. Он хорошо тянется. Ну, в принципе, получился практически как и с тетраборатом. Первый вариант замены тетраборатом натрия работает. Так что вы можете смело заменять тетраборат, если у вас нет возможности его купить или у вас его просто нет. Можете смело его заменять жидкостью для линз с содой. Ну что, приступим к второму варианту замены тетраборатом. Многие мои подписчики говорят, что борная кислота работает и без соды. Давайте прямо сейчас это и проверим. А если не получится, мы сделаем по моему рецепту. Внезапный привет. Внезапный передай привет. Ангелина Грунина, лови приветик. Привет. А если хочешь, чтобы я именно тебе передала привет, пиши в комментарии. Передай привет. Одно условие, ты должен быть подписан на канал Ника Шоу. Внезапный привет закончился, а теперь приступаем к рецепту. Итак, сначала мы берем клей, опять же нажимаем. Вот. Для того, чтобы различить первый слайм от этого, я добавлю краситель. Так. Нежно-розовый хочу. Хотя у меня уже много нежно-розовых слаймов сделано. Ох. Перемешиваем. Вау, как красиво получается. Такие разводы мне всегда нравятся. Перемешивать слаймы с красителем. Особенно, когда получаются такие красивые разводы. Смешиваем. Так, в краситель я размешала. Теперь добавляем просто горную кислоту без соды. Проверим. Проверим то, что нам писали подписчики. Как видите, просто сборной кислотой не получается слайм. Добавляем немножко соды. И так, как вы видели, он начал собираться со стенок. Теперь будем вымешивать его руками. Так. Возьмем досочку опять. И достанем слайм. Вот. И так, вот такой слайм у меня получился. Заметьте, соду я таки добавляла. Он хорошо тянется. Им даже можно рисовать. Приятный на ощупь. И так, замена тетрабората натрия сборной кислоты с содой работает. Можете смело делать такие слаймы. И так, приступаем к последнему варианту замены тетрабората натрия. И вы не поверите, что это. Это вода и сода. И так, для этого нам надо. Берем воду и добавляем туда соду. Так, ее надо замешать, чтобы она стала вот такой мутной. Теперь наливаем клей и добавляем туда наш готовый загуститель. Вот так, достаточно. И чтобы отличать его от всех, я добавлю сюда зеленый краситель. Так. Добавим. И так, перемешиваем наш краситель. Вот. Такой яркий зеленый. И так, я размешала наш краситель. Теперь нам надо добавлять наш загуститель, соду и воду. Как вы видите, наш слайм стал отставать от стенок. Теперь мы будем вымешивать его руками. Смотрите, используя соду и воду, вот такой слайм у нас получился. Он очень приятный на ощупь. Мне чем-то он напоминает мне ньютоновскую жидкость. То есть, так растекается быстро. И очень мягкий. Мне очень нравится. Конечно, у него не такие свойства, как и у тазербората. Но это хорошая замена. И так, надеюсь, вам понравилось это видео. Я показала вам три рецепта замены тазербората натрия. Первый был, это из жидкости для линз и соды. Второй из борной кислоты и соды. И третий из соды и воды. Ребята, хочу вас предупредить. Слаймы, которые сделаны не из тазербората натрия, они имеют небольшой срок в годы. От трех дней до недели. Они потом очень быстро становятся резиновыми. Конечно, если у вас есть возможность сделать слаймы из тазербората, делайте из тазербората. Еще хочу вас предупредить, что слайм, в котором была использована борная кислота, очень сушит руки. И после игры с ним, обязательно смажьте руки кремом для рук. Также не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе моих новых видео, проверок и опытов. С вами была Вероника Мазур и это Ника Шоу. Всем пока-пока.